так ребят всем доброго дня сегодня у меня очередная статейка просто о сложном сегодня будем говорить такое как бы вроде не сложной темой но нею часто задают начинающие водители смысл такой не замерзайка в системе охлаждения как вы могли уже заметить в общем прям буквально на днях прислала мне девушка такой вопрос не замерзайка синего цвета не замерзает там при минус 30 градусов и тассол синего цвета также не мир за не замерзает там при минус 30 там минус 40 градусов какая разница что будет если я залью не замерзайку в систему охлаждения по моему горит это как бы разницы нет никакой это и другая жидкость не замерзает и вообще но не замерзайка стоит там в разы дешевле то есть если сейчас можно пять литров не замерзайте купить ну там за 99 рублей я прямо недавно покупал то 5 литров тассола будет стоить ну там примерно и не знаю там рублей наверное 500 600 а может быть еще и больше если какой-нибудь качественный взять к сожалению в ценах не ориентируюсь и так ребята не смотря на всю как бы соблазнительность залить не замерзайку в систему охлаждения делать этого категорически не стоит вот так вот напишу не за мерзайка в мотор перечеркну почему это не стоит делать ребята быстро расскажу чтобы не тянуть время давайте разберем по скажем так по составам не замерзайку и соответственно охлаждающую жидкость тосол либо антифриз и так не замерзайка состоит она из довольно таки примитивного ну скажем так состава первое это у нас спирт причем используются дешевые ядовитые спирта так вот напишу ядовитые спирта это либо изопропиловый по моему пропиловый и метиловый спирта второе соответственно конечно же вода третье идет пав пав это моющие средства которые оттирают ваше лобовое стекло там от всяких почек то полей мух там и так далее то есть они как бы чистит очень хорошо лобовое стекло четвертое это красители ну и пятое это ароматизаторы ну там будь то всякая елочка будь то всякое там я не знаю ягоды какие-то там пофиг вообще короче кстати вот красители не обязательно могут быть не замерзайка синего цвета они могут быть и там и красные и желтые там ну я видел желтую лично два раза видела не замерзайку то есть пофигу какой краситель вы добавили такой будет не замерзайка это вот состав наши не замерзающей жидкости вот спирт с водой разбавляется в соотношении примерно 60-70 процентов то есть 60-70 процентов воды и спирта там остается где-то процентов 30 и из-за этого не замерзайка не замерзает там ну до минус 30 градусов цельсия это что касается не замерзайки так теперь давайте разберемся надо охлаждающей жидкостью так охлаждающие жидкости тосол ну и собственно анти фриз тосол и антифризы это очень сложные составы ребят первое это опять же идут этиленгликоли эти ленгликоли но по сути это высший спирт высший спирт он не ядовитый но он содержится в такой концентрации что применять его для вот например дешевый незамерзайки нет никакого смысла потому как он намного дороже то есть ну вот напишу что дороже да и он выдерживает высокие температуры вот этот высокие температуры не выдерживает а этот выдерживает то есть его стараются подобрать как вам сказать в такой пропорции с присадками которые про которые сейчас ниже расскажу что он вступает в реакцию и практически не испаряется из охлаждающей жидкости ну и так второе значит ну давайте опять напишем вода конечно же куда же без нее здесь ее также содержится наверно процентов там вот так вот даже 50 60 третье это присадки которые защищают резиновые изделия резиновые изделия чтобы у вас уплотнители вашего двигателя не разрушались чтобы они служили вам дольше там всякие знаете есть резиночки в местах соединения где у вас например трубки там подходит у радиатора там есть резиновые прокладки они закручиваются там внутри резиночка чтобы они не текли чтобы их не разъедала вот используется там такие присадочки которые берегут резиновые изделия 4 это тоже присадки только уже которые защищают двигатель от перегрева так напишу перегрев защита защита они защищают двигатель от перегрева все дело в том что тассол и антифриз имеют более высокую температуру закипания чем 100 градусов как вот обычная вода например кипит соответственно они уберегают двигатель от закипания соответственно они дольше остаются как бы работающими жидкостями скажем так далее значит 5 это присадки которые сохраняют металлические части металлические части то есть это присадки которые защищают внутри ваш радиатор от окисления соответственно трубки не будут окисляться не будут ржаветь а наоборот они там как бы будут смазываться скажем так то есть не будет ржавчины то есть вот эти вот присадки они защищают как раз таки ну и шестое это можно те же красители только красители здесь добавляют по температуре температуре и по различным свойствам так вот напишу свойства ну то есть там температура кипения допуски разные так далее то есть у каждых производителей они разные и ну есть взаимосвязь не всегда подчеркну ребят не всегда есть взаимосвязь но все-таки она есть так разобрались то есть состав у нас совершенно не похожи теперь ребят что будет если добавить не замерзайку в ваш двигатель значит первое при прогреве ну разогреве так напишу разогреве двигателя метиловый идти изопропиловый спирта начнут испаряться и это испарение вот это вот испарение оно очень вредное вред вот соответственно она будет испаряться и через печку будет засасываться к вам в автомобиль то есть вы будете этим дышать запросто можете отравиться второе жидкость которая осталась без спирта может замерзнуть может замерзнуть третье в общем как мы говорили есть павы павы это не то что павы это просто ну скажем так порошки порошки там либо какие-то там мыльные составы и так далее если вы зальете их в свой автомобиль свою систему охлаждения то они начнут жестко пенится просто вот сейчас ребят я постараюсь фотку вставить вот она на этой фотке видно что смысл такой когда вы добавляете жидкость даже в бачок омывателя там сверху образуется очень сильная пена а если у вас находятся эти павы в охлаждающей системе автомобиля там работает помпа помпа она его будет как миксер взбивать у вас такая пена полезет из радиатора из бачков отовсюду просто полезет пена вот эта пена при морозе очень быстро замерзает я вам так скажу я заливал при минус 10 градусов омывающую жидкость в бачок омыватель это пена у меня сверху замерзла кстати на фотке и тоже видно видно такая как подмерзает и получается такая кольцо получается вот никогда не заливать только из-за павов павы у вас сделают в системе охлаждения воздушные пробки вот эта пена вся взобьется она просто забьет все каналы замерзнет тупо и забьет это очень опасно сразу напишу минус вот прям минус большой значит четвертое но резиновые прокладки также невозможно как также невозможно прочитать как они отреагируют на эту жижу возможно их просто разъезд разъезд и вот далее 5 стенки патрубков патрубков начнут окисляться окисление то есть радиаторы там здесь напишу ради вот на у них стенки и все это начнет окислят соответственно они будут хуже охлаждать ваш двигатель что приведет к при перегреву вот по этим причинам не стоит лить не замерзайку к вам в двигатель если вы ее зальете то я так считаю что через несколько тысяч километров вам потребуется ремонт пусть не двигатели но вы будете делать радиатор какие-то у вас там патрубки забьются а если патрубки забьются будет перегрев движка что очень очень скажем хреново сказывается на состояние всего двигателя в целом если перегрев ну там блин у вас движок может тупо заклинить вот в общем ребят вот такая вот интересная статейка новички никогда не льем не звезд не замерзайку в движок это вам не надо это не та экономия которая ну как бы которую нужно делать со своим автомобилем на этом все ребята вот такая опять большая статья получилось все подписывайтесь на наш канал будет еще куча интересных видео